Добрый вечер. Я каждый день абсолютно искренне желаю в своих программах всем официальным дилерам как можно скорее разориться. Для того, чтобы освободить рынок, чтобы туда же, в эту погибельную трещину провалились, ну, в тартарары, все столичные представительства, центральные представительства разных брендов. После чего счетчик обнулился бы и на наш рынок пришли, может быть, даже те же самые, но уже играть по-честному. И каждый раз, когда я рассказываю о том, что официальные дилеры все меньше и меньше любят клиентов, прибыль у них по-прежнему достаточная, а жизнь разворачивается не в нашу пользу, это обычно вызывает поддержку у аудитории, но ни в коем случае не вызывает никаких возгласов от оппонентов, от представителей бизнеса. А вот приятное исключение. Артем Бобцов, генеральный директор и владелец автомобильного бизнеса, он официальный дилер Kia фирмы StreamAuto. Артем, добрый вечер. Добрый. Это тот самый человек, который решил, ну нет, тут есть тема для разговора, поднял-забрало, и, как это часто бывает, относится к тому большинству моих гостей на эфирах, пришедших через Facebook. То есть мы только-только познакомились, моментально перешли на «ты», ну это, скорее всего, моей наглости и вежливости гостя Артема. А теперь мы поговорим о том, как замечательно, припеваючи паразитирует на простых автовладельцах бизнес, ну в том числе по Kia. Если у кого-то есть желание примкнуть к нашему разговору, поговорить о чем-нибудь, похвалить бренд Kia и StreamAuto, или, наоборот, задать какие-нибудь интригующие вопросы, телефон 6510996. Обычно при общении с гостем телефон у нас остается на последних ролях, а здесь, если хотите, у него будут первые роли. Ну, Артем, поживаете вы, судя по всему, неплохо. Я имею в виду бизнес, не вас лично. Бизнес вообще в последнее время поживает нелегко, прямо скажем. Медным тазом-то не накрылся еще? Пока нет, но не исключено. У вас сколько банков, с которыми вы работаете? У нас три основных партнера, ну, скажем тогда, по основным продуктам банковским, с которыми мы работаем. Есть еще ряд банков, с которыми работает автопроизводитель, соответственно, мы вынуждены на которые работать. Ну, да, это схемы с финансированием, в том числе, клиентские. В том числе, да. А у вас оборотка своя или кредитная из банка? Частично своя, частично кредитная. То есть, по большому счету, не хватает оборота для того, чтобы без банка обойтись? Ну, своего собственного оборота вообще, наверное, в любом бизнесе, будь то даже, там, не знаю, мега-ретейлеры типа X5, если их взять, да, у них тоже там большой объем оборотки, он банковский. Это чисто экономика, в том числе, там, банковская оборотка под хорошие проценты, она обходится дешевле, чем своя собственная. Ну, это красивый ответ на вопрос о том, что кризиса нет, и все будет хорошо, и даже еще лучше. Нет, я здесь вот учился, у вас рядом как раз, в Плехановском, через годом отсюда, вот нас учили именно так. Редкий случай, когда в автобильном бизнесе человек с практически профильным образованием. Пришлось получать эти, честно, не скрою. Профильное образование юридическое, но поработав два года, получается, в автобизнесе, стало понятно, что, скажем так, интуитивных знаний и знаний данных, там, на уровне средней школы и высшей школы не хватает. Образование помогло? Помогает? Однозначно, однозначно. Бизнес-образование просто, мастхэп, что называется. То есть это тот самый, действительно, редкий случай, когда в пользу, когда в коня корм, потому что дипломы ведь бывают ни о чем, а здесь уже осознанный был выбор специализации, и это помогает? Конечно, конечно, это не тот уровень качества, который дает западные бизнес-школы, но в любом случае помогает человеку, если он, что называется, там, не бум-бум, да, некие знания, которые у него ездят, там, на уровне подкорки главного мозга, как-то структурировать и в какой-то выложить стройный такой логический ряд в голове, который начинает просто работать эффективнее. Красота. Скажите, с какими результатами вы закончили 12-й год, я имею в виду по остаткам на складе? У вас много зависло машин 12-го года? Вот вы в 13-й вошли с каким складом? Мы входили, на самом деле, с небольшим складом, он был, но он был совершенно, что называется, рабочий. Ну, обычно рабочий склад нормального автомобильного импортера – это 2-3 месяца, 2-3 месяца. То есть, вот, как вот люди любят распродажи, да, прошлогодних автомобилей, но они у нормального автопроизводителя должны закончиться в феврале, максимум в марте. Какие-то отдельные модели могут залежаться там и дольше, но это единичные случаи. И в этом отношении у вас стратегический замысел удался? Вы к марту закончили 12-м годом продавать? В целом, да. Мы начали 13-м годом уже работать в феврале. Вот, при этом выгодные предложения на предыдущий год люди бегали, искали вплоть до мая месяца. А вот как кривая вашего успеха развивалась по году, вот по осени? Летом проседание началось? Летом проседание было. Скажем так, весь этот год, так вот относительно прошлого года, если смотреть по месяцам, продолжаем проседать. Вот, ну, насколько я знаю такую углубленную статистику Ассоциации Европейского Бизнеса, Москва проседает существенно сильнее остальной России. Есть мнение, что степень автомобилизации в Москве, она уже близка к европейской, что называется. И мы, похоже, входим в фазу рынка, который начинает жить только на обмене автомобилей. Конечно, появляются новые владельцы автомобилей, но их все меньше и меньше. Ну, прироста нет, но стандартная московская цифра 300 тысяч в год новых купили, 300 тысяч отдали в провинцию донашивать. Возможно, у меня таких данных нет. Плюс-минус. Данных таких нет, но то, что я вижу в углубленной статистике, которая дает срезы по каждому автопроизводителю, по каждому городу, падение в Москве, оно так вот совершенно явно прослеживается. Оно есть, его глупо отрицать. В регионах ситуация получше, хотя и там по некоторым брендам есть снижение продаж. В ценообразовании, насколько вы вольны в скидке уйти ниже себестоимости вовремя политике самого бренда? Ну, это, знаете, как любой продавец может продать товары за ноль рублей. Приходится? За ноль нет. Скидки вещь на рынке, на котором сейчас диктует свое предложение, не тот, кто делает предложение, а тот, кто дает деньги, покупатель. Он сейчас определяет политику, поэтому размер скидок, он увеличивается. Здесь секрет я никакого, опять же, не открою ни для коллег по цеху, да, ни для людей. Для коллег-то поздно уже секрет открывать, все и так сидят на валидоле. Ну, мы понимаем, что есть скидки, которые диктуются сверху, что называется, для нас это автопроизводителям, это в том числе различные рекламные компании, скидочные компании и так далее. Есть скидки, которые автодилеры дают из собственного бюджета, то есть, по сути, из собственного кармана за свой счет. Я могу сказать, что если в штуках в этом году Москва относительно прошлого года падает примерно процентов на 20, вот конкретно по нашему бренду, да, по другим брендам, насколько я знаю, близкое падение, то касаемо маржинальности, но она снизилась вдвое. — А маржа у вас какая? — В процентах сейчас сложно сказать, ну, где-то порядка 6% базовая маржа. — Ну, это в среднем у всех 5-6? — Ну, она абсолютно нормально, средняя по рынку, да, она давно сформировалась, как некое правило игры. В этой связи мне вот сложно отвечать на вопросы многих друзей, да, которые говорят, ну, сколько стоит Sorento? Полтора миллиона. Ну, 1300 же можете скинуть? Нет, не можем. — Ну, по премиальной линейке, наверное, там маржа побольше. — Там возможности для маневра больше, поскольку политика премиальных брендов состоит примерно в следующем. Либо половина, либо даже большая часть маржи, она, скажем так, завязывается на различные результаты деятельности дилера, во главе которых лежит степень удовлетворенности потребителя. Сервисными услугами, услугами продаж и так далее. В том числе, соответственно, выполнением плана продаж самим автодилером. Там есть возможность для маневра, там можно, что называется, выловить рыбку и покрупнее в плане скидок. Ну, и, соответственно, понимать, что там ценовой порядок другой, то есть там скидка, она просто более весомая. — Вот Артем только что рассказал одну чрезвычайно важную особенность автомобильного бизнеса. О том, как именно, из каких параметров складывается прибыль. Потому что дилер может расшибаться, торговать как угодно, а потом приезжает мальчик в галстуке из головной конторы и говорит, «Вы знаете, что у вас низкая удовлетворенность клиентов, поэтому мы с вас снимаем там минус 4% маржи». И дилер в одну секунду становится банкротом. А, кстати, у вас еще дилерские стандарты не соблюдены, еще минус 4, и вы уже уходите в такой минус, что можно закрываться после этого. И мальчик счастливый, выполнил свою функцию, уезжает. У вас ведь так это выглядит? — В целом именно так и выглядит. Я в этой связи хотел один вопрос, который я изначально выписал, осветить. Это тот, который мы читаем везде, слышим везде, говорим сами о нем. Это почему так дорого? — Да, вот любой человек, когда обсуждает покупку какого-то автомобиля в обслуживании, что можно услышать? Только слово «дорого». Ну, плохо там тоже есть, но, наверное, где-то дальше. Вот я ни разу не слышал, что это там было дешево. Почему «дорого»? Попробуй объяснить. — И почему Kia дорожает, дорожает, дорожает? — Ну, все автомобили дорожают. Дорожают и автомобили Lada, и автомобили BMW. — Автомобили Lada, чем быстрее достигнут психологического порога непокупаемости, тем лучше. Пусть они стоят по 500-700 тысяч, чтобы вообще перестали продаваться. — Не соглашусь, но сейчас речь не об этом. — Да. — Почему «дорого»? Ну, мы все видим те дилерские, прямо скажем так, дворцы, в которые мы приходим покупать автомобили. Причем в последнее время это дворцы даже не BMW, Mercedes, Audi, Lexus, Infiniti, Porsche. А дворцы, ну вот, последние даже построенные. — Да, у всех абсолютно. Начиная от массовых брендов, типа Renault, Chevrolet, Kia, Hyundai и так далее, до среднего ценового сегмента. Абсолютно у всех вырисовался некий стандарт, который, в моем понимании, пришел к нам из Азии. Ну, соответственно. — Мы сейчас прервемся на новости, а вот с этой интересной ноты продолжим пьесу. — Кроме Сергея Слоняна, Артем Бобцов, генеральный директор и владелец компании Stream Auto, официального дилера Kia. Он отвечает на вопрос, почему так дорого? — А я вот подумал, прослушав рекламную паузу, что если сбудется самое большое желание Сергея, и все автомобильные дилеры и импортеры ухнут куда-то там далеко, то Финам.ФМ лишится как минимум половины рекламодателей. — Ничего страшного. Есть пищевая отрасль, которая в эту страну будет еще очень долго содержать своей рекламой. — Да, ну так вот, почему дорого. Шоурумы. В России вот я подобный подход к организации дилерских центров видел, в принципе, только в двух странах. Это в Эмиратах, в Объединенных Арабских, и в Америке. Вот гигантомания, такая граничащая просто с безумием, она присуща вот почему-то либо вот азиатским центрам, да, ну, соответственно, кроме Эмиратов, там более мелкие вот эти нефтяные государства, либо вот Америке. Вот у нас почему-то какая-то культурная такая линия выстроилась, странная, потому что во всех остальных странах, развитых странах, развивающихся, абсолютно всех, дилерские центры — это, ну, я не знаю, как это назвать. — Евросарай это называется. — Гараж, вот, да, по-нашему. — Маленький гараж. Дилер БМВ по Европе — это маленький евровагончик, в котором Герр Шульц со своей Гретхен торгуют машинками на всю деревню. — Совершенно верно. Я в пригороде Лондона видел квартиру переделанную в дилерский центр. — В порядке вещей. — Да, то есть две комнаты под два автомобиля, и, значит, пристроечка переделана под сервисный пост, да, под пост, где там делается техобслуживание. — И работает там семья из трех человек. — Возможно. Не заходил, просто удивился настолько, что даже не смог остановиться, что называется, задержать внимание. — А у нас дворцы, и причем это пришло в том числе, потому что мы захотели так. Нам очень хотелось поначалу, вот, компьютерами когда торговали, это было круто, потом выяснилось, что это бизнес неудачников, автомобилями, это очень круто, давайте дворцы. А те, кто сидел сверху, они сказали, конечно, давайте, иначе мы вам просто контракт не дадим. — Ну, в итоге сложилась такая картина, да, что сейчас стать дилером такой марки, там, топ-20, не имея весьма и весьма приличного дилерского центра, достаточно сложно. За редким исключением есть, там, буквально по пальцам одной руки перечитать автопроизводителей, которые готовы гибко к этому подходить. — Мало того, так называемый мультибрендовый формат, который раньше существовал, но сейчас еще кое-где остался в виде таких пережитков автомобильных, да, когда вот идет линейка автосалонов, просто вот там двери разные, да, в них, а иногда даже там перегородок не было, дверь одна, просто идут секции, поделенные между разными производителями. Этого в новых центрах уже давно нету, все производители перешли на так называемый монобрендовый формат, то есть один дилерский центр большой должен заниматься автомобилями только одной марки. — И похоронить в него столько денег кредитных, за которые ты не расплатишься никогда. — Ну, соответственно, да. Ну, вот возьмем простую экономику, да, там, средний сейчас дилерский центр хорошего производителя — это около пяти тысяч квадратных метров, не считая складских площадей. Это тысяча метров в шоу-рум, да, чтобы влез весь модельный ряд еще, и хостес, рецепшн, значит, там, зона отдыха, там, детская зона, места продавцов, сервис-приемка, так далее, так далее, так далее, тысяча метров. — Порядка полутора-двух тысяч — это ремонтная зона, потому что постов должно быть столько, что вообще, вот, там, при желании вообще отремонтируют все, что только движется, там, где-то во всех направлениях попутных. Склад запчастей и, соответственно, офисные помещения, какие-то помогательные помещения. Это мы там не берем, если еще кузовной цех необходим. Пять тысяч метров, да, средняя цена строительства сейчас по Москве, ну, такая оптимистичная цифра — это порядка двух с половиной тысяч долларов. Вот вы можете просчитать только инвестиции в само здание. Мы не говорим про инвестиции в землю, про инвестиции в оборудование, про инвестиции в персонал, в мебель, про инвестиции в специнструмент, который закупается, между прочим, на секундочку, не на кунцевском рынке, да? — Снопон, как минимум. — А вот оттуда, да, идет по евроценам. — Да, и вообще-то, наверное, рубеж в 7 миллионов за 5 тысяч был преодолен лет 10 тому назад. Сейчас для того, чтобы построить дилерский центр, нужно где-то уже порядка 10-14 миллионов евро, для того, чтобы это просто встало. — В общем, да, в общем, да. Соответственно, ну, что нужно понимать, что эти деньги, во-первых, они, конечно же, большей частью заимствованы, либо все заимствованы, да, на них падают банковские проценты за пользование. — Зверские банковские, о чем Силанов до сих пор не знает. — Взрослые, я бы их назвал, банковские. — Соответственно, все это в итоге, что это все падает и в стоимость дополнительного оборудования, которое, да, все знают, что оно у официальных дилеров достаточно дорогое. Понятно, потому что есть расходы, которые необходимо покрывать. Вот банальнейшая экономика, да, были понесены расходы, их нужно покрывать. Это никак не сказывается на цене машины, потому что стоимость регламентирована, да, автопроизводителем. Но, соответственно, дилеры вынуждены искать пути, как добиться каких-то дополнительных маржинальных показателей на других направлениях, с тем, чтобы, опять же, вот эти безумные совершенно траты каким-то образом покрыть. — А вариантов-то немного. Доп-оборудование и сервис, ремонт, собственно. Вот и все. — Ну, при этом... — И сокращение зарплаты персоналу. — Невозможно. — Почему? — Вот следующий пункт, я для себя отдельно его выписал, да, это нужно понимать, что ваш автомобиль вам продает не кто-то там в чем-то, а его продает продавец, который обучен, который получает хорошую зарплату. — Мы верим, что он обучен и что он получает ту зарплату, при которой он в состоянии еще и работать. — Совершенно верно. Это продавец, который прошел кучу тренингов, которые тоже, мягко говоря, недешевые. — Возможно, он стажировался в том числе за границей по линии автопроизводителей и так далее. Вот этот капитал, который был инвестирован в персонал, он также просто естественным образом сказывается на всех финансовых показателей. — Но продавца мы видим один раз в жизни, когда только-только вытащили его из-за письменного стола. — Это продавец. — А вот слесарь. — С лесарь, ну, я могу так сказать, что средняя зарплата сейчас по отрасли, вот по Москве, если говорить, в регионах другая, конечно, картина. Вот здесь абсолютно такая реальная вещь, вот Москва — это Москва, а вот остальные... — Замкадыш — это замкадыш. — Странная страна, она совершенно по другим экономическим законам здесь живет. Вот в Москве она больше 70 тысяч рублей на сегодняшний день. — Ну, это очень средняя температура по больнице. У вас сколько слесарь получает в ремзоне? — Зависит от выработки, но хороший слесарь запросто получает больше 60 тысяч рублей. — А сколько у вас нормы часов на сутки приходится на один подъемник? — 17 часов. — То есть он у вас недозагружен раза в 4? — Он загружен, это... — Подъемник недозагружен раза в 4, потому что... С подъемника в сутки надо снимать порядка 70 нормы часов. — Это... — Это идеальная схема. — Различные ухищрения, скажем так, систем учета рабочего времени. Потому что, ну, объективно, в сутках, там, в рабочих... — Да, 24 часа. — 24, если он работает 24 часа. Если он работает по 12-часовому графику и загружен на 17 часов, это значит, что он, в принципе, работает более-менее оптимально. — Скорее, менее оптимально, чем более оптимально, но 60 тысяч он не зарабатывает. — Ну, в любом случае, мы понимаем, что машину вашу ремонтирует не дядя Вася, да, с кувалдой в руке, а ремонтирует обученный персонал, опять же. Он оттренирован, он в красивой спецодежде, которая меняется каждый день-два. Он работает хорошим инструментом на хорошем, очень дорогом оборудовании, реально очень дорогое оборудование. И это все, несомненно, тоже учитывается, в том числе, в стоимости обслуживания, который вот всем кажется дорогой. — Опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта свидетельствует о том, что это сертифицированный дядя Вася с охрененной кувалдой, которому по барабану, как он вам вышибет этот подшипник из ступицы, после чего все гарантийные обязательства ложатся на вас, а не на производителей, а не на дилера. — Никто не идеален. — Сильно не идеален. А зарплата 60 тысяч, ну, мягко говоря, я не то, что в нее никогда не поверю, я просто знаю, как она считается. Но вообще-то с 15 тысяч она начинается в месяц. — И вполне реально, когда слесарь на подъемнике получает пятнашку в месяц, после этого у него стимулов к работе, мягко говоря, немного, а кувалда у него родная в руке. — Окей, работает обычный экономический механизм. Если у него зарплата 15 тысяч, он пойдет и найдет зарплату себе за 50. Совершенно при этом не утруждаясь, потому что реально на сегодня количества квалифицированного персонала не хватает. — Стандартная ситуация роста, когда, ну, западный стандарт, раз в год плюс 10% к зарплате. Он у вас как бывает? Случается? — Ну, скажем так. — В ремзоне? Не у управленцев? — Я сейчас с позиции генерального директора, владельца, скажу. Вот, слава богу, в последнее время этот процесс немного притормозился. Вот, то есть, вот того бума, да, того безумия, который был 5-й, 6-й, 7-й, начало 8-го года, его на сегодняшний день нет, потому что... — Безумие в чем? — Безумие в росте зарплаты. Ну, там даже никакие не 10%, а гораздо больше были цифры. Вот, на сегодня его нет, потому что рынок, который начинает так пробуксовывать немного, это, несомненно, сказывается, ну, что делает любая компания, когда у нее не хватает спроса, да, для того, чтобы покрывать издержки. — Не доплачиваешь персонал. — Она начинает сокращать издержки. Ну, тут ужались, там ужались, где-то начинает зарплату сокращать. Либо пересматривать мотивацию таким образом, чтобы платить меньше просто физически, да. Это присуще не только автомобильному бизнесу, а совершенно любому. Вот, поскольку такие явления есть, то вот рост зарплаты на сегодняшний день, он притормозился. Но он по-прежнему присутствует в рамках в любом случае инфляционных каких-то цифр и так далее. Второй тезис, который мы можем услышать от любого автовладельца, помимо того, что машина обошлась дорого, и обслуживать ее дорого, и вообще надо бы ее на что-то поменять, это то, что она ломается. — Кстати, Kia Rio, которая красная цена в базарный день все-таки 1200, у нас она продается от 400 с хвостом до 600. — Нужно понимать, что на ней только пошлин, которые мы платим государству. Про это вообще никто не вспоминает. — Какие, кстати, за машины, произведенные в нашей стране, она же не растамаживается? — Она не растамаживается, там идет скидка, но в любом случае с нее платится таможенный тариф. Он ниже примерно на 10%, чем если бы она завозилась из-за границы. — Таможенный тариф за что? — Комплектующие. — Которые по нулевому тарифу? — В любом случае базовая цена, мне здесь сложно говорить, потому что это экономика автопроизводителей, от 25 до 35% конечной цены — это сбор, тариф и пошлины, вот эти все радости. — Здесь ее нет, потому что у нас по 166-м постановлению промсборки тариф нулевой, и эти запчасти к нам пришли, как будто их подарили. Другое дело, что потратились на доставку из Китая, ну, благо машина все-таки китайская. — Ваша позиция понятна? — Да. — Окей, возьмем машину, которая везлась из-за границы, да? Вот люди все понимают, осознают важность и несправедливость, неправильность расчета транспортного налога, да? Вот там даже депутаты никак не могут понять, наконец, как его считать. От лошадиных сил, от марки модели автомобиля, от стажевождения, там версии 100 ровно столько, сколько их вообще, в принципе, может быть, да? — Как всегда, на самом интересном месте мы прерываемся на еще более интересные новости, потом продолжим. Артем Бобцов, стрим-авто, генеральный директор и владелец. Как раз отвечает на вопрос, почему так дорого? Почему так дорого с дворцом, ну, мы более-менее поняли. Также мы поняли, что все лишние деньги для покрытия и сдержек находятся в кармане у клиента. Сейчас мы потихонечку подходим к тарифам на обслуживание. — Да, почему ломается? — Почему ломается и как чиниться? — Второй самый популярный вопрос. — Как чиниться, да? — И как сделать, чтобы не ломалось? — Я сейчас страшную вещь скажу для автопроизводителей, но, наверное, приятную для автодилеров и очень неприятную для автовладельцев. Ломается сегодня все, абсолютно все, совершенно все. Все автомобили ломаются. Все эти рейтинги ломучести, которые мы часто из Америки получаем, рейтинги надежности европейских автопроизводителей, все это абсолютно от лукавого. Ломается все. Но есть группа автомобилей, которая ломается реже, есть группа автомобилей, которая ломается чаще. Здесь нужно просто понимать производственную культуру. Она в некоторых странах выше, в некоторых странах ниже. Соответственно, более надёжно можно отнести автомобили немецкие и японские, просто в силу инженерной, скажем так, направленности их производства. — Вместе с ней из этого списка надёжности. Надёжность давно уже стала неинженерной составляющей. — Я же сказал, что они ломаются все. — Ещё как! — Ещё как, да. Я могу, собственно, пример короткий привести. У меня был автомобиль X6 замечательный. Он на второй неделе жизни, у него просто ночью лопнул масляный фильтр, и всё масло вылилось. Ну, что бы сделал владелец X6, да? Приехал бы в дилерский центр, там, устроил скандал и так далее. Ну, я спокойно погрузил его на эвакуатор, отвёз на сервис, поменяли фильтр. Потому что, опять же, ломаются абсолютно все автомобили. Могу объяснить, почему. Причин несколько. Первое. Нужно понимать, что современные автомобили, и автомобили 20-летней давности, которые, как вот любят люди вспоминать, а у меня вот был тогда вот в молодости, там, Ford Fiesta, там, 70 какого-то года, я на нём на 100 тысяч наездил, но в нём ничего не сломалось. Но в нём ломаться было нечему. — Ну, кое-что было там. — Как раньше. Если есть чем поджечь и есть что поджечь, автомобиль поедет, да? — Да. — Вот. Сейчас вот те электронные системы, те всевозможные инженерные ухищрения, направленные на А, экономичность, Б, характеристики, разгоны, С, торможение, В, очень важный момент, безопасность. Вот эти все вещи влияют настолько сильно на конструктивные особенности автомобиля, что машины стали сейчас гораздо сложнее компьютеров. Потому что в одном автомобиле сейчас десятки могут быть компьютеров. — Десять аэробегов, и которые, когда тебе в хрюсло прилетят, тебя размажут по потолку так, что даже хранить будет нечего. — Если прилетит под неудачным углом, не исключено. Такие случаи были. — Иногда голову отрывает. — Ну, тут уж подушка не поможет. — Но если голова в этот момент была повёрнута, то удар в основании черепа иногда приводил к тому, что голова выкатывалась в форточку. — Есть такие исследования, сегодня в Германии активно проводят, да, какое положение головы должно быть и так далее. — Все это по следам, да. Сидит как живой. — Так вот, ломается. — Ломается, да. Машины очень высокотехнологичны, очень сложны. Как любой сложный механизм, он будет ломаться. Давайте вспомним неприятные последние запуски ракет, которые ломались. Нужно понимать, что это механизмы, которые прошли стократную проверку, и то они ломаются. — Пока наши летали на лампах, все было нормально. Как перешли на китайские комплектующие, они начали с орбиты улетать сразу. — А некоторые не долетать. — Не долетать, конечно. Голонас весь там на дне океана лежит. — Совершенно верно. И, соответственно, вот такой сложности, такого уровня сложности механизм, они неизменно будут ломаться. Будут электронные глюки, будут какие-то механические вещи. В любом случае это неизбежно. Поэтому не ломающихся автомобилей на сегодня нет. — А мы здесь причем как клиенты. — Кто-то сейчас в процессе выбора автомобиля с точки зрения его надежности, я советую вот здесь не слушать голос разума, а слушать голос сердца. Покупайте, какой нравится. — Потому что ломаются они все. — Они ломаются все. И нет никакой гарантии, что у вас новый автомобиль не сломается по дороге из дилерского центра. Я здесь не буду брать на себя полную ответственность за то, что они ломаются на выезде из дилерского центра, потому что мы автомобиль не производим, мы его продаем. Да, мы проводим предпродажную подготовку, мы проверяем основные узлы агрегаты, мы находим много дефектов. Много дефектов. Ну, такие мелкие, но они в том числе и есть все равно. Да, мы их знаем, мы обычно их находим. Есть компания-автопроизводитель, нам здесь и Kia Motors очень помогает, когда мы при каких-то выявленных недостатках проводим компании отзывные, ремонтируем людям автомобили до того, как какая-то неисправность, которая сидит в их автомобиле, даст о себе знать и так далее. — Артем, прости, а Rio в этом рейтинге как? — Rio на очень хорошем счету, очень хороший сбалансированный автомобиль. Нам нужно понимать, что в нем есть все современные опции, но не в таком огромном объеме всякие электронные прибамбасы, что называется. Поэтому технологически автомобиль на хорошем уровне и в плане надежности мы как автодилер, проводящий гарантийный ремонт все цифры знаем по надежности модели. Rio на очень хорошем счету. — А кто на плохом? — Из Kia? — Из Kia. — Из Kia. — В целом, по степени ломучести Kia выше, чем, скажем так, средний уровень. Я вот конкретно сейчас выделить что-то не готов. У нас были проблемы со старыми автомобилями, которые собирались на EJ-AVTO, это спектры. Была проблема с китайскими коробками передач. Вот то, что так у меня засело в голове, потому что реально дефект был такой очень часто встречающийся и дающий о себе знать. Но сегодня я бы таких автомобилей не выделил. Я не покрываю тут наш бренд, что называется, да? — Я не могу сказать, что какой-то ломается, какой-то не ломается. — А мы сейчас у людей спросим, они нам звонят уже. — У меня теща ездит на Rio. Разве я могу теще подсунуть неломающийся автомобиль? — Запросто. Дальше идет теща на велосипеде, а потом теща идет нафиг. Звонки берем? Замечательно. Илья, здравствуйте. — Илья. — Сергей, здравствуйте, Артем. Хочется выразить Артему уважение за смелость. Потому что прийти в программу Сергея Асланяна, еще будучи генеральным директором официального дилера, это поступок мужской. — Точно. Спасибо. — А я хотел вот что уточнить у Артема, у гостя. Скажите, пожалуйста, я, конечно, понимаю маржинальность, прибыльность и так далее, но почему простые вещи, как то коврики в салон, брызговички, причем по нашему техрегламенту, если у автомобиля есть место подкрепления брызговиков, они должны быть. И поэтому выдавать машину без брызговиков, это, ну, скажем так, не очень законно. Сигнализации стоят в тройную цену, ну, коврики четверную цену резиновые и так далее. Почему эти мелочи, я, конечно, понимаю, что на них зарабатываются, ну, к чему у дилеров нет совести на этот счет? — Так, что там насчет совести? — Спасибо. — Спасибо. — Я здесь небольшую аналогию провел. — По поводу совести? — С продуктами, да. Вы приходите в хороший, красивый магазин, ритейлер первой пятерки, красивый, большой, известный, да, который на виду, либо вы приходите на рынок. Разница в цене на продукты будет весьма и весьма ощутимой. — Может быть. — Все это знают, да? Возникает закономерный вопрос, а почему в магазине так дорого? Совести нет продуктов три дорога продавать. Нет, нет. Вопрос не в этом. Магазин, у него есть цены на молоко, которые ему дает производитель, либо дистрибьютор молока, да? Что дальше идет? Ну, идет наценка, которая зависит от того, где этот магазин находится, аренда у него или собственность, какие у него работают сотрудники, сколько им платят, какие расходы на охрану. — Вопрос был все-таки о совести, а не о том, какие у вас затраты. Вот этот вот в четыре конца вариант — это бессовестно на фоне продуктов даже на рынке? — В четыре конца таких вариантов нет. Это раз. Два. Надо понимать, что официальный дилер всегда ставит только то оборудование, которое а. сертифицировано, б. рекомендовано производителем. Это далеко, не всегда, точнее, это никогда не самые дешевые варианты, с которыми люди любят сравнивать. Это раз. Два. Это, как правило, оригинальное оборудование, которое сделано не в Китае, не в Малаховке или где-то еще, а сделано реально в Европе, либо как минимум его компоненты. Большинство это произведены на производствах за границей. — Особенно парктроники итальянские, сделанные в Китае все поголовно. Конечно. Прямо вот итальянцы сели, отложили макароны в стороны и начали паять вместо китайцев. — В любом случае здесь есть экономика, которая большей частью зависит от комплектующих. Если говорить про сигнализацию, я могу в среднем сказать, что процентов 60 в стоимости ее установки — это сама сигнализация. — Это руки того слесаря, который будет резать ножницами заводскую проводку. — Будет резать. — И потом все это не паять, а сажать на клемму, а клемма через два года окислится, отвалится и все закоротит. — Можно приехать по гарантии отремонтировать, даже если это имело будет место быть. — Через два года, да, через три уже нет. Кстати, ведь у Ки очень лукавая пятилетняя гарантия. Она распространяется только на серьезные агрегаты, не касаясь всего автомобиля. — Это один из моментов, который я также себе хотел пометить. Почему ломается, да? Почему автомобиль ломается? — Кроме мотора и коробки, которые пять лет защищены полностью. — У нас эксплуатации условия такие. Любимые сейчас коктейли бывшие Лужкова, сейчас коктейли Собянина, которыми мы поливаем все на свете, что только можем всю зиму. — Но у Собянина они позлее будут. — Позлее, позлее, позлее. Я могу сказать, что... Ну вот мы на сервисе видим автомобили, которые приезжают, да? У них резиновые части подвески, они за два-три года просто вот в силу вот этой канцерогенной среды, да, очень такой воинственной среды, которая на дорогах существует. Причем не только зимой, летом это пыль, которая везде забивается, да? Потому что дороги реально пыльные, грязные. Вот вследствие этого резинки просто физически приходят в негодность. И вот люди, приезжающие, заявляющие нам по гарантии эти повреждения, вот они совершенно разумно могут задать вопрос, да, почему у меня новый автомобиль, у него там застучала подвеска. Ну, застучало, мы по гарантии отремонтируем, не вопрос. Но нужно понимать, что условия эксплуатации реально очень жесткие. — Артем, блистательно уходят от ответов. Сергей Анатольевич, алло. — Да-да-да. — Спасибо, что дождались, Сергей Анатольевич. — Да, спасибо вам, Сергей, из-за вашей передачи никак не ожидал, что, значит, попаду на встречу. — Попали. Вот Артем попал, и вы попали. — Да, совершенно верно. У меня, скажем так, к Артему достаточно интересный вопрос. — Наезжайте. — Да. — Наехать с удовольствием. Значит, подлежат ли гарантии на территории Российской Федерации автомобили Киа, везенные на территорию Российской Федерации в частном порядке? То есть не дилерские автомобили. Автомобиль произведен в Корее и, значит, куплен гражданином Российской Федерации, ну, скажем так, в частном порядке. — Потом приехал к вам и... — И, ну, конкретно могу назвать официального дилера Тирекс. Он отвечает, что мы данный автомобиль на территорию Российской Федерации не ввозили, и поэтому по браку, а это абсолютно точно установлено, что это брак завода-изготовителя, не отвечаем. — А что у стрим-авто? — Сергей Анатольевич, добрый день, во-первых. — Добрый день. — Это, очевидно, речь идет о, наверное, соренто-ввезенных из Кореи. — Совершенно верно. — Да, это часто встречающиеся явления. Я попросил бы здесь... Просто не хочу сейчас давать неправдивую информацию. Я попросил бы оставить координаты. Я момент уточню. Затем обязательно с вами, либо я, либо кто-то из коллег моих, свяжется. Мы этот момент проясним. Насколько мне в целом известно, вообще вопрос больше компании Ким Моторс, насколько мне как официальному дилеру известно, все производители сегодня поддерживают так называемую мировую гарантию, да? — Да. — Но она тоже имеет ряд ограничений, такая же, как и российская гарантия. Нужно разобраться, в чем поломка была, не подпадает ли она под какие-то эксплуатационные ограничения. — Она не может подпадать под эксплуатационные ограничения, потому что кое-какие вещи, это соединение узла раздаточной коробки и автоматической коробки, смазка вообще не заложена заводом изготовительным. — А зачем для Кореи смазка? И так сойдет? — Ну, случай может быть далеко выходящий из-за рамки того, что мы слышим в любой ситуации, потому что вы покупали автомобиль, история которого лично вам, может быть, не совсем известна. — Ну, в определенной степени, наверное, думаю, так оно и есть. — Перерыв на новости, потом продолжим разбираться с аудиторией. Артем Бобцов, стрим авто, генеральный директор и владелец компании, является дилером Кия. Так, Олег, здравствуйте. Олег, алло. — Здравствуйте. — Да, Олег. — Вы слышите меня? — Да, не видим, но слышим. — Я просто по громкой связи говорю, поэтому, может быть, плохо слышно. — Кричите громче. — Отлично. Приветствую. Артем, наверное, будет моим коллегой. — Добрый вечер. — Я тоже работаю в дилерстве в одном. — И тоже генеральным директором? — Практически. Я был генеральным директором одного из ремня, а сейчас просто заведую одним дилерским центром целиком. Поэтому, в принципе, вся история дилерства у меня ясна, и мне даже хотелось бы, наверное, добавить комментарий по поводу того, что... — Давайте. — Вот, очень такой интересный факт сейчас. Появился потребительский экстремизм во многих сферах появились очень информированные клиенты, которые злоупотреблять начинают тем, что дает закон о защите прав потребителя. И если вы обращаетесь к официальному дилеру, то вы вправе рассчитывать на то, что ваши интересы вы можете оставить в суде, и причем получить очень неплохие компенсации, если докажете, что дилер виноват, либо завод-изготовитель виноват, потому что сейчас вы, например, можете вернуть автомобиль дилеру, у которого покупали, если гарантийное обслуживание прошло больше 30 или 45 дней в зависимости от первый год эксплуатации. — Таких случаев немного, но, к счастью, они есть. Я знаю случаи возвращения. — Сергей, я вам честно скажу, может быть, их 2-3 года было единицы, то сейчас осведомленность юридических контор потребителей стала таким, что мы уже начинаем закладывать эти расходы тебе в будущие бюджеты приберите. — Олег, так вам и надо, все правильно, вы существуете специально для того, чтобы мы безбедно эксплуатировали свои машины, а когда приходят беды, вы крайне в ответе. — Я рад, честно скажу, просто у меня вопрос, а к чему вы хотите, чтобы пришел мобильный бизнес, чтобы разорились средние компании, мелкие компании, конкуренции в России не было, просто к чему хотите, чтобы пришел данный рынок? — Олег, я с готовностью отвечу на этот вопрос, но не сейчас, потому что мне гораздо интереснее точки зрения Артема Бобцова. О том, что я по этому поводу считаю, у меня есть возможность высказываться практически каждый день в моем эфире. Виталий, алло. — Алло, алло. — Здравствуйте, Виталий. — Здравствуйте, здравствуйте. — Говорите. — Вы знаете, — Алло. — Да. — Спасибо за передачу. У меня глобальный вопрос, но не про раздатку. — Хорошо. — А про потребителя. Почему потребитель стал на втором месте? Почему производитель диктует все эти компьютеры, всю эту хрень, все эти сложности? У меня, вот как сказал товарищ, Toyota 25-летней давности ездит. Мне не нужны эти компьютеры, вся эта фигня. Но почему мне диктует производитель? Да еще дилер вешает лапшу. — Почему поменялось все местами? — Ну так почему поменялось все местами? — Виталий, добрый вечер. Во-первых, если у вас машине 25 лет, вы имеете полное право ее не обслуживать официального дилера, поскольку у вас нет смысла поддерживать гарантию. Вы ее можете ремонтировать на станциях неофициальных дилеров. Я не говорю про гаражи. — Что Виталий делает с успехом? Я сильно подозреваю, что он делает вообще все сам. — Не исключено. Но в любом случае здесь, что называется, причины даже для обращения к официальному дилеру нет, поскольку цена ремонта будет, наверное, несопоставима с ценой автомобиля. — Но диктат дилера клиентов все-таки есть. Он чувствуется. — Это не диктат. Это те вещи, которые закладываются опять же в стоимость ремонта. Это те вещи, про которые мы сказали. Это персонал, оборудование, расходы все несущиеся. Это запчасти, которые, опять же, не покупаются у российских поставщиков. Это запчасти, которые приходят лично вот к нам из Кореи. — Артем, ведь не случайно антимонопольная служба сейчас ведет тяжбу с представительствами, с тем, чтобы позволить ремонтироваться с сохранением гарантии не только в твоем дворце, но в том числе и в гараже у дяди Васи. Именно потому, что у него норма час другой, потому что дешевле, клиенту это выгоднее, а качество ремонта абсолютно сопоставимо. — Насколько нам известно, процесс общения идет. Он еще не завершен. По крайней мере, никаких конечных документов мы не видели. — Ну, кроме декларации. — Декларации, да. Декларация — это декларация. — Даже подтереться и не получится, потому что она в электронном виде. — В любом случае мы будем счастливы, если будут счастливы клиенты, потому что мы понимаем, что если клиент не обременен последующим ремонтом, он с большей долей вероятности купит автомобиль у нас, а не на рынке, уже побывавшего в употреблении, которого ему нет. Нет смысла поддерживать потом официального дилера по гарантии. — Цена машин так растет стремительно, что вторичный рынок все-таки победит первичный. — Цена растет, да. Сейчас автомобиль, который вы покупали три года назад, можно продать ровно за те же деньги, за которые вы его покупали. — Что все и мечтают сделать. — Настолько рынок шагает, да. Относительно вопроса Олега прозвучал, да, касаемо потребительского экстремизма. Это бич последнего года, двух, наверное. Я могу сказать, что то же самое испытывают на себе страховые компании. Это все влияние от последнего закона о защите прав потребителей. — Туда ему дорога. — Это реальная проблема. Я могу сказать, что только в нашей практике вот за последний, за этот тринадцатый год было два случая, когда мы реально поскрывали, сейчас не буду город, называть схемы, реально действующей организованной преступной группировки, в которой были в связке все. Сотрудники ДПС, которые оформляли как нужно аварию. — Ну, эти всегда готовы. — Автоэксперты. Я не буду говорить про весь судейский персонал, но люди в суде. И, соответственно, специально обученная юридическая контора, которая все правильно, вот эти звенья цепочки объединила в себе и готовила прямо пачками такие вот дела на возврат автомобиля плюс компенсация там выше 100% его стоимости. — Да, но ГАИ здесь брала за основу что? ДТП? — Фиксировали ДТП, вписывали туда повреждения и подгоняли все под такие факты, чтобы потом, собственно, все было гладко, да, чтобы автоэкспертиза потом показала, что да, эти повреждения были при этом ДТП. Соответственно, юристы все это правильно клали на бумагу. Дальше в суде все вот это со всех сторон аккуратно складывалось в общую картину и принималось решение. — Но это ОПГ, потому что, тем более, здесь взяли ДТП за основу. А когда у человека реально, например, возникли проблемы просто эксплуатационные, аварии не было, но машина развалилась, и он приходит и требует, чтобы у него либо починили, либо вернули деньги. Вот тут начинаются серьезные судебные тяжбы, которые, к счастью, благодаря закону о защите прав потребителей, все-таки выигрываемые. — А не выигрываемые, могу сказать статистику по нам, 30% таких дел имеют шанс на успех. Но конкретно мы предпочитаем договариваться с людьми полюбовно, не доводя дело ни до замены автомобиля, либо полного его возврата. Это либо ремонт, причем ремонт на достаточно интересных для клиента условиях, либо это, в том числе, подменный автомобиль на время ремонта, ну, что для людей, наверное, резко снижает вот эту негативную реакцию, да, то есть есть машины, с которыми можно ездить, да. — А всегда есть такие коровы? — В любом случае, стараемся рассматривать все случаи индивидуально, до суда, наверное, неинтересно доводить никому, потому что это а, долго, б, затратно и ц, непонятный результат. Но для нас важно что? Чтобы клиент был удовлетворен. Вот путем всех этих дополнительных опций, которые мы можем людям предоставить, мы стараемся такое напряжение снять. Но вот, опять же, возвращаясь к вопросу Олега, это реально бич последнего года-двух, это и для автомобильных дилеров, и для страховых компаний, это конкретно вот такие массовые схемы, это реальные конвейеры, которые работают по вот таким ДТП, которые ложатся в основу в дальнейшем судебных разбирательств, экспертиз, специально обочины, юридические конторы прям занимаются отдельно только этим, превращает все это в красивое дело, которое лежит на уровне небольшого города, скажем так, да, где вот эту связку разорвать практически невозможно. Практически невозможно. Молодцы. Особенно хорошо, когда это вынимает деньги из страховой компании. Страховые компании, они мало что тратят и неохотно отдают деньги, так что туда и мы дорога. Я как юрист не могу согласиться с формулировкой, что вот преступно работающая схема, пусть даже у отъема у ненавистных компаний денег, это нечто то, к чему мы должны стремиться, если мы все-таки хотим получить цивилизованный рынок и страховой, и автомобильный. Я бы начал все-таки с госструктур и с тех, кого государство покрывает в момент залезания в мой карман. Например, страховых компаний. Они первые, я второй. Здесь тот самый случай, когда рыба гниет с головы. Да. К сожалению, да. Так, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Очень хорошо, что я дозвонился до вас. На самом деле, несколько раз пытался, именно до вашей программы дозвониться не получалось. Берегите время. Да, но не получается, потому что, видимо, очень много желающих и передача на самом деле очень интересная. Спасибо большое. Артем, молодец. Сергей, да. И вопрос теперь, у меня даже, знаете, вопрос, наверное, не столько чернушный. Я являюсь счастливым обладателем Kia Solo. На самом деле, даже никогда не смотрел в сторону вообще Kia и в сторону этой машины. Купил ее совершенно случайно, не жалею. Это первое. Покупал ее, правда, не в компании, которую представляет Артем, а покупал ее в T-Rex, тоже сегодня уже звучала, эта компания. Есть небольшие проблемы, скажем, шероховатости в общении с дилером, но вопрос не об этом. У меня вопрос такой, когда мы сможем увидеть, протестировать, и самое главное, купить второй Solo, который должен в 2014 году появиться? Который уже заявлен. Насколько я знаю, его заявили вживую еще, не был показан, был концепт некий прообраз Solo. Его в Америке уже показывали по весне? У нас будет немного другая машина, у нас модельный ряд с Америкой очень мало пересекается, они вернозвания разные, модели по сути разные. Мы ориентируемся на конец третьего квартала следующего года. Вот та примерная дата, которую нам озвучивали. Этот вопрос будет решать Kia Motors Rus, официальный дистрибьютор компании в России. Мы ожидаем во второй половине следующего года Solo второго поколения. В целом, к вашему выводу, присоединюсь относительно машины, сам иногда езжу на ней с большим удовольствием. Очень яркая, интересная машина, удобно сидишь, высоко. Да, причем и дизель у него замечательный, и дизель замечательный. Последняя минута матча, что-нибудь такое весомое? Два вопроса, которые хотел затронуть, о которых мало автовладельцев задумываются. Покупая автомобиль за миллион рублей, вы из них 300 тысяч платите государству. К вопросу о дорожном налоге, который все думают, на 5 тысяч больше или на 5 тысяч меньше сделать. 300 тысяч от цены вашего автомобиля уже ушли государству. Первое, второе. Выбирая автомобиль, обязательно смотрите рынок, смотрите, сколько будет стоить ваш автомобиль через 3 года, когда вы захотите поменять. Есть машины, которые дешевеют вдвое, есть машины, которые дешевеют на 10%. Большая разница. А учитывая еще, что происходит на рынке инфляцию, некоторые машины почему-то по той же самой цене можно продать. Запросто. Артем Бобцов, стрим авто, гендир и владелец. Спасибо. Спасибо.